Мы вылетели из Кубка России, проиграли. То, что где-то гауч где-то полетело, потом бум-бам, вот эта красная карточка. Я уверен, что эти судьи не играли в футбол никогда. Я впервые увидел, как у Дротов ноги трясутся. Болельщикам Химы огромный дизреспект, потому что он как-то конченый, но других слов нет. Ну, что тут говорить, братан, премьер-лига, я считаю, команда премьер-лиги. По именам там вообще пиздец. Вчера Тудрос проиграли Химкам в Кубке России. Мы подошли к участникам матча и попытались узнать, что стало главными причинами поражения. Красная карточка гауча или ошибка Сыча. А также поинтересовались, насколько близко медиафутбол подобрался к уровню ФНЛ. Приятного просмотра. Ну, как вам матч? Ну, не о чем разговаривать, когда команда играет в меньшинстве. Ты не можешь потом сравнить Тилу Тудрос против Химок. Очень хотелось об этом поговорить. Много же разговоров, а тянет ли медийный футбол соревноваться с профессиональным, а смогут ли, а получится. Вначале было тяжело показать, потому что Химки начали с преимуществом. А после 25-го, когда Химки начали проседать, Дроты играли уже в меньшинстве. Тут не сравнишь. Тут все. Тут надо было ждать чудо, либо чудо, либо не чудо. Одно было в конце первого тайма. А на остальное то ли сил не хватило, то ли людей на поле. Насколько сильно повлияли по вашим ошибкам Сыча и гауча на линейке? Ну, это ключево. Ну, это определяюще, конечно, они перевернули игру, в принципе. Они лишили интриги нас. Все, в меньшинстве не сыграть против команды Талалаева. Невозможно сыграть в меньшинстве качественно против команды Талалаева. Нет ощущения, что не особо-то хуже смотрелись на фоне Химок. Я впервые увидел, как у Дротов ноги трясутся. Я удивлен. Я такого не видел раньше вообще. А здесь очень много ошибок. Я даже не про удаление и не про ляпы там Сычева и всех остальных, а про неточные передачи на 20 метров. Ну, это крайне неожиданно от игроков Тубротов. Я правда такого не видел, он не как бы. Какие-то выводы можно сделать о уровне медиафутбола? Поэтому матчу нет. Бесполезно. Бесполезно. Конкурировать надо, конкурировать можно, но в меньшинстве, опять же, против Талалаева не играют в футбол. Я прошу прощения, что в первую вашу съемку пошло не так сегодня? Удаление. Удаление мы настраивались на хорошую игру. Да, команду знали эту, разобрали. Ты очень перенастроился просто? Я не знаю, что случилось. Первый там сразу фол, желтая. А вторая карточка я посмотрел, там даже фола не было. Как вам судейство, в принципе, сегодня? Я уже доработал хорошо, молодец. Судейство, как вам сегодня? Ну, как всегда. И они довольны, мы недовольны. Но надо же сначала разбираться. Я уверен, что эти судьи не играли в футбол никогда. Ну, пусть он, я говорю, пусть он посмотрит нарушение. Пусть вблизи посмотрит, где две ноги Гаучи. Как он мог ударить и чем? За Гаучи поговорили после? Нет. А зачем? Ну, что я человека буду? Он и так, наверное, вину чувствует. То есть у вас претензий к нему нет? У меня нет никому претензий. Потому что они сделали все, что могли. Как, насколько повлиял напряженный график ФЛ на сегодняшний матч? Ну, естественно, повлиял. Потому что самое тяжелое, это играть на искусственном поле, на следующей неделе на натуральном. На искусственном, на натуральном. Вот это тяжело. И все время на разных стадионах тренироваться. А так, в график можно войти. Должна ли была лига организовать матч с Питером, Москвой? Ну, конечно, мы просили. Но тяжело играть. Понимаете, вы, когда играете несколько игр с командами второй лиги, и когда никогда не играли. Естественно, тяжело. Ты выкладываешься по максимуму. А с медиалигой, ну, можно иногда, знаешь, и там похалтурить. Относительно Химок, как Тудроц уровень оценивается? Ну, естественно, нам нужно еще догонять. Мы отстаем, естественно. Сильно отстаете его? Ну, не сильно, но отстаем. В принципе, в ФНЛ Тудроц бы мог быть? Ну, конечно, можно было. Если мы тренировались каждый день, то, конечно, все можно. Все возможно. И последнее не показалось, что команда немножко испугалась соперника? Да, вначале перепугались. Перепугались, я не знаю, что-то не могли из обороны выйти. Все время ошибались много. Ну, это все наживное. Возможно повторить в следующем году такое результат? Будут стараться. Понимаете, мы же в Кубке участвовали для того, чтобы нас обыграли, все ему закончили. Мы хотим дойти до определенного уровня. Ну, не кажется нам, что после таких результатов вайл-карт вам нужно давать? Нет, нельзя. Нельзя давать вайл-карт. Всегда нужно подтверждать, доказывать свою статистику. Я против вайл-карт. Я хочу собственными, не только я, но и ребята собственными силами доказать, что мы можем играть. Тогда, да. Какие выводы сделал, в принципе, по сегодняшней игре? Какие выводы? Выводы, что мы вылетели из Кубка России, проиграли. Впервые в команде. Как отнесся к удалению гауча? Ужасно. Не должны игроки так удаляться. Это, ну, это как ошибка, блядь, считается. Я считаю, что удаление повлияло на исход матча 100%. Из-за чего он полетел в второй раз? Я думаю, перегорел. Просто слишком большое желание было. Поэтому он как бы, знаешь, он шел в каждый момент. И вот, ну, в каждом... Он на первой минуте сфалил. Следующий контакт, он опять вполит. Сыч сказал, что у него сильно забились ноги из-за того, что смены полей и так далее. Как ты считаешь, если бы не было столько выездов в медиалиге, было бы попроще вам сегодня сыграть? Думаю, 100% было бы проще сыграть. Но сколько у нас было время отдохнуть. Опять же, мы играли в Питц в Санкт-Петербурге. Там было настоящее поле. Я не знаю, как это так. Надо восстанавливаться правильно. Я не знаю, все-таки профессиональные команды, они тоже играют так же часто, но у них еще восстановление получше, поэтому им полегче надо играть. Как ты считаешь, если бы не ошибка сыча и удаление, насколько велики были шансы сегодня выиграть по игре, потому что ты видел? Я думаю, намного больше было бы шансов точно играть в один стерам. Плюс в равном счете. Но были ли шансы, или это было реально? Я думаю, это было бы 100% реально, то, что обыгрывали ЦСКА, и думаю, Химки тоже можно было бы обыграть. Как оцените сегодня, в принципе, работу Димы в воротах? Хорошая работа, небольшой расфокус в начале, там, концентрация потери привела к первому голу, а так вопросов нет. Из-за чего такой расфокус мог произойти? Ну, это потеря концентрации, это бывает такое, единственное, вот отвлекся в моменте, увидел то, что в центральной зоне есть нападающий, который никто не опекает, вот, он в моменте, это, видимо, отвлекся от мяча, вот, увел свой фокус от мяча, и когда уже вернулся, то есть смотрел на точку, где должен был пас встретиться, а уже был удар. Второй мяч? Второй мяч, там, кик с рикошет, он там с рикошета добивание, то есть ближний угол, он ложился по мячу, работал, но когда там рикошет и в ближний угол залетел. Смотрите, как раз таки Дима говорил о том, что напряженный график, смена покрытия постоянная, как думаете, это действительно влияло на сегодняшнюю игру? Да, все одинаковые условия, в общем-то, но тяжело, тяжело, конечно, постоянно менять, то есть синтетика и трава, конечно, мышцы совсем другие работают, вот, но физически хорошо готов был, вчера, сегодня, по физическому состоянию, все нормально было. У вас к нему вопросов, в принципе, нет даже? Вопросов нету, ну, это, я не знаю, там, вот, небесная канцелярия чуть-чуть отвлекла его, вот этот расфокусировался, и все, вот, и ему, он еще, у него такой характер тяжело был, он все переживал еще первое. Пенальти его вернула в игру? Ну, пенальти, конечно, пенальти вернул, тем более третий подряд, в первый раз в его карьере, три подряд. Вы всегда очень остро высказываете в сторону судей, как вам сегодня судейство? Да, опять на самом деле судейство, если честно, ну, ребята наши, может быть, немножко не готовы к такому взрослому футболу, когда все через ногу, то есть прием мяча через ногу, вот, ну, в принципе, надо судить такие фолы, фолы, то есть были фолы, даже тот же гаучи, удаление, понятно, первый фол его был, ну, не нужный абсолютно, он его не должен был делать, тем более, там, на второй-третьей минуте матча. А вторая желтая, там даже фола не было, то есть он поскользнулся, он не ударил, ну, боковой, опять же, там, захват и за майку, боковой говорит, да, я вижу захват, но не подсказывает почему-то в рацию основному. Ну, взаимодействие у них какое-то странноватое, если честно, между собой у судей, то есть фол, пауза такая, гроссмейстерская, уже мяч практически в другой зоне уже входит, свистят, находят фол, то есть возвращают игру назад. Ну, так, если честно, странно, то есть по уровню, ну, так, если посмотреть, то в медиа-лигове ничем и не хуже по уровню судейства, хорошее. Что пошло не так в сегодняшнем матче? Давай вот по себе, ну, первая ошибка свеча, как ты думаешь, из чего она произошла? Ну, братан, ну, все видно в моменте, он подсказывал, и он не ожидал удара, это уровень игроков очень высокий, братан, это в прошлом премьер-лига, возможно, и в будущем, поэтому он пробил из-под ноги, и это гол. Дальше Гаучо, неоднозначный момент, не знаю, возможно, там и в первом моменте красная была, а не желтая, но второй момент на желтую вообще не тянуло, касаний не было, игрок прыгнул, закричал. В общем, не знаю, череда ошибок и с нашей стороны, и, как по мне, со стороны судьи, вот оно привело к этому. Как тебе свидетельство сегодня? Ну, 50 на 50, просто я не увидел, знаешь, судьи РПЛ, нам так говорили, у вас будет судья РПЛ, у вас будет ВАР, а по итогу фиг пойми, что он, ну, видишь, с тем же пенальти повезло, не знаю, короче, все как-то неприятно сложилось, ну, что тут говорить, братан, премьер-лига, я считаю, команда премьер-лиги, по именам там вообще пиздец. Ты зол на Гаучо? Нет, мне не за что злиться, но я его понимаю отчасти, не за что злиться, просто надеюсь, таких моментов не будет, надеюсь, штрафов ему никаких не выпишут, поэтому. Все впереди. Блин, мы до такой стадии дальше никто не доходил. Ну, как тебе вот уровень, если сравнить Химок и Тудрос? Ну, Химки сильнее, конечно, что ты скажешь. Просто, видишь, такие матчи, они выиграются, как вот там, Шерифриал, такое происходит вот однажды, мы надеялись, сегодня такое произойдет, но не получилось. Второй гол. Тоже ошибка, сейчас по-твоему? Ну, там, это все череда, я говорю, видишь, у них опыт, у них опыт намного больше, не было каких-то суператак, не было там ударов с 30 метров, они бьют из-под ноги где-то, где-то вот хитро, быстро, он оказался в нужном месте. Ну, блин, не тьфулин, хороший игрок, в Торпеды играл, я болел за него. Как думаешь, повлияло на ваш график, на то, что вы сегодня подошли, может быть, не слишком? Да, все влияет, все влияет, и то, что мы не профессиональная команда, как все называют, как будто у нас восстановление какое-то есть, братан, мы вот три тренировки оттренировались, отбегали, как собаки, вот, язык на плече, у нас ни бани, ничего нет, у них там по 10 массажистов у каждого, ну, я утрирую, а у нас ничего этого нет, поэтому, вот так оно и все и складывается, в совокупности получается. Как думаешь, а сколько высока вероятность в следующем году повторить этот результат? 100% выше, чем в этом году будет, однозначно. Ожидал такой ошибки от Сыча? Да, я не считаю это ошибкой, все бывает, он мяча не видел, во-первых, панченко исполнил, просто молодец, поэтому все нормально. Как ты думаешь, это ключевая ошибка матча? Ну, не считаю, мы вышли, у нас как-то сразу, сначала не пошла игра, потом пацаны вкатились, все стало нормально, долго вкатывались, просто поэтому такой результат. Не было ощущения, что испугались сегодня соперники немного? Нет, такого вот, такого вообще нет. Никто никого не пугался, просто не знаю, как-то не пошло, не знаю, не наш день, наверное, вот и все, как бы, других причин на это нет, поэтому так. Сарис Сыча ссылается, что у него ноги забились, напряженный график, смена полей, как ты считаешь, повлияла ли Медиа Лига на ваше выступление в Кубке? Да, 100% повлияло, пацаны меняют поля, то же самое я сейчас, когда за Кикстаун играл, играл на искусственных полях, сейчас вернулся, у нас нагрузки, поэтому ноги сели, ноги устают, у нас пятидневные тренировки, у нас нет выходных, поэтому я вернулся в команду, и я чувствую, что даже мне тяжело, хотя я только неделю с командой тренировскому две. Должна ли была Медиа Лига разгрузить еще больше график? Вы и с Питером, например? Как будто бы было приятно, но посмотри на те же самые Химки, они играют через день на три, через два на третий, поэтому, не знаю, мы просто к этому, походу, не привыкли пока еще. Тянет ли Туд Рост уровень Фанэл на сегодняшний день? Тяжело судить, на самом деле, потому что по болельщикам точно тянет, спасибо нашим болельщикам, это, во-первых, болельщикам Химок огромный дисреспект, потому что мы подошли им похлопать, а они повелись. Всяко конченые, у меня других слов нет, ну, что показывали всякие, всякие жесты, я не знаю, там просто отморозки какие-то сидят, нашим болельщикам спасибо, а по игре, тяжело судить, потому что мы играли десятером всю игру, поэтому, ну, даже десятером пацаны бились. Ты зол на удаление гаучи? А? Зол на удаление гаучи? Нет, его должны были удалять еще в самом начале, когда он с прямой прыгнул, я упростил, а тут он, понятно, что это фолл по неосторожности, но он срубил человека, и поэтому, ну, вторая. Как вообще в команде отнеслись к этому удалению? Все нормально бывает, все бывает, поэтому все нормально. Как тебе судейство в следующем матче? Бро, ну, на судейство спихивать не хочется, конечно, всегда приятно, когда судит адекватно, когда где-то позволяет поиграть в право возможного, ничего против там сказать не хочу. Конечно, что-то где-то не нравилось, но спихивать на это нельзя. Какую бы ключевую причину в сегодняшнем поражении ты взял? Ну, ключевая причина, нужный момент, когда там, ну, где-то опустили руки, хотя я уверен, что ребята в глубине души боролись, может быть, искры не хватило. Вот это удаление, я считаю. Не понял, что Сергей Дорасов сказал, что вы испугались немножко, как будто бы ножки трясли. Не знаю насчет испугались, не испугались, но вот это то, что где-то гауч где-то полетело, потом бум-бам, вот эта красная карточка. Перенастроено? Не знаю, что, возможно. Как ты считаешь, повлиял ли график очень сложный в этом сезоне МФЛ на сегодняшнюю игру? Ну, где-то нас двигали, передвигали, все пробовали, как-то сделать максимально комфортные условия, но понятно, что тяжело, когда у тебя тренировки, там, четыре раза в неделю, три игры еще будет, в эту неделю там восемь дней умещаются, это очень тяжело морально. Нет, 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 нет. Смотри, как ты оцениваешь Тудроц относительно уровня ФНЛ на сегодняшнюю игру? Ну, вот Кимки пришли, показали уровень футбола, просто, ну, начали играть свой футбол, и было тяжело, я уверен. Семь раз в Велл, что не сыграли с вами? Ну, да, неприятненько такой, знаешь, осадочек есть, но что сделать? Как думаешь, основные причины поражения? Слушай, да хрен так, на самом деле, Кимки просто посильнее были, знаешь, вот они пособраннее, в каких-то моментах у нас мяч не держался, игры какой-то таковой не было, поэтому я думаю, они просто были, наверное, более профессиональными. Сергей Дурасов сказал, что он как будто бы увидел страх у вас в ногах сегодня. Ну, был, вот я тоже, мы сидели, смотрели, и прям было видно, что какой-то страх может быть бред. Как ты оценил, в принципе, уровень Тудроц относительно команды ФНЛ на сегодняшний день? Слушай, в первую очередь, это опыт, это ценный опыт, очень дорогой такой. Сыграть в такой командой, с химками, это дорогого стоит. То, что ребята, ну, то, что мы дошли до такой стадии, это тоже большой опыт. И я думаю, все извлечем из этого урок, дальше будем только сильнее, будем только прогрессировать. Как думаешь, график напряженной медиалиги повлиял на сегодняшний день вдруг? И насколько сильно это повлиял? Слушай, ну, может, повлиял, да, у нас с восстановлением проблемы. Мы устанавливаемся сами, там, кто как, там, знаешь, и поэтому это тоже влияет. Тяжеловато восстанавливаться, когда у тебя, там, 4-3 дня подряд тренировки, и ты в этих промежутках сам идешь, там, на массаж, сам туда, и поэтому от этого тяжело. Не смажешь остаток медиалиги этот график в том числе? Команда большая, если будем играть, ну, какой-то ротацией, то, я думаю, у всех сил хватит. Что важнее было, выиграть химки или выиграть это все в медиалиге? Вот, как точно? Блин, хороший вопрос, ну, не знаю, от себя скажу, мне, наверное, было бы прикольнее химки выиграть. Да, как думаешь, в следующем сезоне много шансов повторить историю? Если позовут, дай бог, то будем, говорю, извлечем урок, дальше посмотрим, может быть, на первой стадии вылетим, кто знает. По этому сезону вы заслуживаете Wildcard в Кубах России, как считаешь? Ребят! Ну, не знаю, блин, хотелось бы, если нас позовут, я говорю, будет очень здорово. Wildcard, это я вообще в это не верю, это все через труды, поэтому, если увидят в наших вот ногах заслуга, то нам дадут этот Wildcard. Что не так пошло в этот раз сегодня, по-вашему? Ну, не так, давай так, удаление. Удаление сыграло, конечно, из-за удаления игра совсем была другая. Заслуженное удаление? Слушай, я думаю, в динамике для судей 100% да, но мы вот смотрим повторы и видим, что гаучо подскальзывается, и понятно, что там не было злого умысла, но понятно, что в динамике он имел право показать вторую желтую карточку. Как вам суд действует? Без комментариев, но нормально, видимо. Смотрите, трибуну заряжали сегодня матерные кричалки в сторону судей. Будет ли за это штраф? Блин, мне кажется, да, за это штрафуют. Я честно, я не погружаюсь в штрафы, мы же, знаешь, мы не любим штрафы вообще. Я не погружаюсь, но понятно, у ребят накипело, но уверен, что, во-первых, ну, я так, торсида медиафутбола, она, ну, чуть другая всегда, и, к сожалению, мы видим уже не первый раз, когда, допустим, я помню, в Питере, когда Питер провоцировал, первый начал матом на ребят из Угроз, ребята ответили. Мне кажется, все равно было бы круто, если бы они, у них был бы свой флёр на это все, и они бы более, знаешь, как-то творчески, более тонко отвечали, потому что они 100% могут, крутые кричалки, круто поддерживают каждого игрока, но как будто бы вот этот момент, который надо им доработать, потому что история с матами, они, ну, мне лично уши режут, когда здесь на медиалиге мат. Томный оттенок это дает для ФПС на медиаклубе? Нет, 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 ну, ты что, полный стадион, полный стадион, я думаю, Российский футбольный союз доволен. Подводя итоги выступления медийных клубов в Кубке в этом году. Думаю, в следующем году будет больше команд. Больше команд. Да. А обсуждается это как? А? Обсуждается и уже? Ну, не знаю, обсуждается, не обсуждается, но мне кажется, это просто на поверхности. Победительный нынешний сезон МФЛ. Да. Куда отправиться? Либо в зимний кубок РПЛ, либо в зимний кубок ПНЛ. Это сто процентов. Ну, слушай, они могут сами отказаться от этого, правильно? Ну, то есть, это предложение будет. А там дальше команда может сказать, ребята, мы не хотим на сборы, мы не хотим на этот турнир, у нас другие планы. Ты же не заставишь их, правильно? Ну и последний, кто сегодня был лучше? Подрос или Ким Спархом? Кто сегодня был лучше? Да. Сегодня Барихинка лучше.